Всем привет! Сегодня в эфире рубрика распаковка посылок с Алиэкспресс. Здесь у меня лежит вещь, которую я давно хотела, но всё откладывала, не знала... Ну, не то, что не знала, всё, в общем, чего-то ждала, выжидала, так сказать. Хочу поделиться маленьким лайфхаком. Сумма этой посылки 1700 с копейками, но я заплатила за неё 1200. Рассказываю, как. У меня у детей есть... Точнее, у моих детей есть номера телефонов, и они ни разу сами не заказывали посылки с Алиэкспресс. Так вот, новичкам, тот, кто делает первый заказ на Алиэкспресс при покупке от 1000, 500 рублей идёт скидка. И таким образом, моя посылка вышла 1200 рублей. Спасибо, не благодарите. Ну, а теперь распаковываем, чтобы знать, что же стоило 1700 рублей. Я надеюсь, оно, конечно, того стоило. Вот, смотрите, упаковано неплохо в большую толстую пупырку, назовём её так. Открываем. Ну, ещё плюс, конечно, я немножко сэкономила. Сейчас покажу, как и на чём. Сэкономила. Итак, замотана, конечно, отвратительно, как на отшибись. Ну, ладно. Не знаю, как бы это выглядело в коробке. В общем, это... Сейчас. Это... Это зарядник, всё понятно. А это у меня новый стабилизатор. Точнее, не то, что новый. Это у меня просто стабилизатор, которого у меня не было для того, чтобы снимать видео. У меня есть подставка, на которой в данный момент стоит телефон и снимает видео. А здесь именно стабилизатор, который превращается и в подставку для того, чтобы снимать, и, как говорится, просто на расстоянии вытянутой руки, чтобы можно было снимать. Итак, смотрим. Он разложился. Ну, что-то наподобие селфи-палки сейчас это выглядит. Так, сам стабилизатор, который так заряжается. Да, он заряжается. Какая-то здесь липучка непонятная. Что-то липкое. Странно. Так, смотрим под телефон, как будет раздвигаться. Ну, не очень жестко, но нужно будет прикладывать усилия, чтобы раздвигать. Так. Главное, здесь заряжается, здесь заряжается. Это подсветка. Сэкономила я на коробке. Здесь в комплекте должна еще быть коробка. И я, в общем, на ней сэкономила. Здесь еще раскладывается, делается как тренога. Я сама первый раз. Ладно, давайте попробуем его включить. Если он, конечно, неразряженный. Так. Здесь какая-то лампочка загорелась. Хоп. И он уже так не крутится, не болтается, кстати. Видите? Смотрите, я поднимаю. Хоп. Он выправился. Поставил вертикально. Ой, горизонтально, он горизонтально. Хоп. Вертикально. Оп. Горизонтально. Блин, прикольно. То есть он крутится, вот, меняется, как положение меняется. И меняется его положение. Мне уже начинает нравиться. Блин, я, конечно, не мастер делать распаковки, но ладно. Здесь есть еще какая-то кнопочка. Ну, это мы будем разбираться потом. Это, я так понимаю, да, все, она заблокировалась. И она уже, видите, никуда не двигается, не ездит. Так, это, значит, зарядка, скорее всего, для подсветки. Ну, что? А, да, вот, вот здесь подсветка включается. Кнопочка. Три. Нет, не три, шесть получается. Шесть режимов света. Неплохо. Тоже очень неплохо. В общем, сейчас я переставляю телефон сюда, и мы с вами пробуем. Итак, тест. Тест драйв, скажем так. Так, это моя старая предыдущая, на что я снимаю. И, смотрите, я хоп, руку перевернула. Раз. И так руку перевернула. И я все равно остаюсь в вертикальном положении. Еще какая-то есть кнопочка здесь, и он может делать вот так вот крутиться. Короче, вот так вот крутиться. Так, пойдем, пройдемся. Стабилизация видео. Блин, прикольная штука, мне нравится. Что еще хотела показать? Холестал инструкцию. Ничего не понятно, все на китайском языке. Смотрите, она выдвигается, как селфи-палка делается. Чтобы включить, сделать сопряжение, так вот, хоп, раз, и сложилось. Очень замечательно. Очень прекрасно. Нет, тут какие-то... Ага, она должна попасть именно в эти дырочки. В общем, сопряжение с телефоном долго удерживаете на значок камеры. То есть, и... Вот сейчас она мне включена, видно было, дала. Так, в общем, я сложила, видео выключила, потому что нечаянно нажала. То есть, это кнопка запуска и отключения камеры. То есть, неважно, фотографируешь ты или снимаешь видео. Вот. Ну, в общем, вот здесь удерживаете вот этот значок, включаете на телефоне Bluetooth. Удерживаете вот этот значок камеры нарисованный. И дальше просто нажимаете сопряжение с телефоном. И есть еще вот такая вот, как стрелочка, которая крутится. Она должна крутиться. Но она не крутится. Не крутится она, потому что я отключила вот здесь. Так, включаем. Угу. И должна, по идее, крутиться. Крутись. Она почему-то отключает камеру. Так, поворачиваю, крутится. Ладно, с этой кнопкой... Так, в общем, не получается у меня почему-то запустить. Я знаю, что она должна вот так вот делать. То есть, может удерживать. Да, вот, ее надо удерживать. Видите, она оп-хоп-хоп крутится. Прикольная штука. Если один раз нажать, то она отключает видео. Вот. Значит, с подсветкой мы разобрались. Со стабилизатором тоже более-менее разобрались. Так, отключаем его. Чтобы батарейку не съедал. И еще она раскладывается, как треножка. Сейчас вот до этого я еще нечаянно нажала на кнопку. До этого я еще не дошла. Вот. Вот здесь вот такие палочки. Хоп. Так. А как она будет стоять? А, надо, наверное, ее... Нет. Да. Надо ее вот так вот сделать. Ну, без телефона стоит, конечно, достаточно устойчиво. Ну, посмотрим, как будет с телефоном. Но об этом чуть позже. То есть, когда уже в процессе, буду на нее снимать. И дальше уже будет видно. Ну, а пока на данный момент я могу сказать, что я довольна, как слон своим новым приобретением. Достаточно компактным, который будет занимать очень мало места. Так, хоп. Все это в сложном виде. Вот. В общем, вот такая у меня покупка. Вот. Продолжение следует...